Приветствую тебя на нашем канале, дорогой друг. Приятного просмотра. Причины политического долгожительства Владимира Путина так и не ясны до конца автору статьи для СиЭм. Тем не менее он признает, что жители России удовлетворены тем, как изменилась страна за четверть века, и считают своего президента подлинным лидером. Поддержи нас лайком и подпиской. Никто не ожидал, что Владимир Путин продержится больше нескольких недель, когда четверть века назад тогдашний президент Борис Ельцин назначил его премьер-министром. Тогда относительно неизвестный и на первый взгляд вполне заурядный бывший сотрудник КГБ казался лишь очередным звеном в цепи незадачливых премьер-министров, выбранных угасающим президентом на фоне нарастающих в стране кризисов. Но Путин выстоял. И с тех пор выросло целое поколение, не ведавшее другого лидера. В начале года он переизбрался на очередной шестилетний срок в Кремле и складывается впечатление, что он никогда прежде не контролировал ситуацию столь уверенно. Однако то, почему Путину удалось так ловко оседлать русского медведя, равно как и причины его политического долгожительства, так и не ясны до конца. Почему мы написали эту статью? Российская общественность в целом удовлетворена тем, как изменилась страна за 25 путинских лет. Но это не столько из-за неких уникальных качеств, присущих ему как лидеру, говорят российские эксперты, сколько в силу истории и культуры. Даже его сторонники редко говорят о каких-либо выдающихся качествах, будь то харизма, непогрешимость или мудрость. Скорее, они укажут, как Россия преобразилась за два с половиной десятилетия. Из неблагополучной постсоветской развалины с распоясавшейся преступностью, в дисциплинированное и относительно процветающее общество, где люди искренне гордятся тем, что они русские. Большинство реформ, преобразивших Россию, начал не Путин, но именно при нем они достигли цели. Хороший пример – частная собственность на землю, которая теперь стала всеобщим правом. За последние 15 лет продажи и использование земель под разные нужды привели к разрастанию пригородов вокруг большинства российских мегаполисов, под стать Северной Америке, 1950-х, а также. Наряду с другими факторами ускорили настоящий сельскохозяйственный бум. Жителей Запада это может и не впечатлить, но миллионы современных домовладельцев – чуть ли не первые россияне за тысячу лет, за исключением царя, которые могут указать на участок земли и сказать. Это моя собственность, с полным правом ею распоряжаться. Мы не спрашиваем, почему Путин так популярен. Кажется, что сам вопрос неверный, говорит директор Независимого центра политической информации в Москве Алексей Мухин. Мы сосредоточились на жизни вокруг нас. Мне лично кажется, что жизнь идет хорошо, когда государство и общество живут каждое в своей сфере и не слишком друг другу мешают. Такое чувство, что Путин нашел формулу, которая работает, по крайней мере, пока лучше, чем в 1990-е. Путин пережил целую череду суровых испытаний, любое из которых могло бы стоить карьеры многим политикам. Среди них – трагическая гибель подводной лодкой «Курск» в первый же год его президентства, финансовый кризис, казалось бы, непоправимый разрыв отношений с Западом и невиданная в истории буря санкций. Он также пережил военный мятеж и марш «Бросок мятежников на Москву», а также затратную и все еще продолжающуюся спецоперацию на Украине. За все это время рейтинг Путина редко опускался ниже 60%, в настоящее время подскочил почти до 80%. В российском обществе у лидера страны имеется прочная поддержка. Около двух третий выражают лояльность, независимо от текущей политики, говорит эксперт независимого Левада-центра Алексей Левенсон. Самые низкие точки приходились на времена экономических трудностей, когда население выражало недовольство. При этом имперские успехи, например, война в Грузии 2008 года и присоединение Крыма в 2014 году, наоборот, увеличивали поддержку на 20%. И хотя политические свободы сократились, особенно с началом спецоперации на Украине, частная жизнь, согласно большинства, практически не пострадала. Для россиян старше 40 лет главной точкой отсчета была и остается катастрофа 1990-х. Пожалуй, у Путина была действительно хорошая команда, раз они смогли преодолеть все сложности 1990-х со всем их беспорядком, хаосом и разгулом бандитизма, говорит Марина, работающая пенсионерка из Москвы. Мы хорошо знаем, каково это, когда что-то идет не так, поэтому неудивительно, что мы дорожим стабильностью и спокойствием. Трудно представить у руля страны кого-то, кроме Путина. Путин – тот самый человек. Даже российские оппозиционеры, часть из которых сейчас живет в изгнании, не сходятся во мнении об источниках политического долгожительства Путина. Некоторые объясняют это работой государственной пропаганды, когда большинство независимых и оппозиционных голосов попросту изгнаны из официального эфира. Другие говорят, что усугубившиеся репрессии, особенно с началом спецоперации на Украине, создали атмосферу страха, в которой обсуждать подлинную популярность невозможно в принципе. Третьи подчеркивают традиционную российскую политическую культуру и говорят, что Путин играет роль царя, которого население ставит выше всякой демократической ответственности. Бывший спичрайтер Путина, а ныне живущий в изгнании критик Абаз Галямов, считает, что российский лидер удовлетворил потребность общества в сильной руке после разрушительного десятилетия 90-х. Когда общество развалилось, экономика рухнула, а все попытки выстроить демократию, казалось, пошли прахом. Путин оказался тем человеком, который откликнулся на этот запрос, считает он. Тайна, которая всех устраивает. Все согласны, что Путин изменился за эти годы, переосмыслив свой образ по мере развития страны и общества. Недавно московская группа Минченко-консалтинг попыталась разобраться в том, как менялась роль Путина в российском обществе. Опираясь на устоявшиеся в российском обществе стереотипы, Путин сперва выступал как воин, восстановивший порядок в раздробленной стране. Победивший чеченских сепаратистов и изгнавший коварных олигархов в начале 2000-х. Затем Путин стал заботливым правителем, который привел страну к всплеску рыночного роста и создал первую в ее истории действенную потребительскую экономику. В своем последнем воплощении Путин предстает скорее как глобальный творец, или лидер, который устанавливает новый мировой порядок, в котором России уготована совершенно новая роль. А государственная телесеть RT недавно запустила сайт, где 25 путинских лет поделены на три отдельных периода. А ключевые для каждого из них, речи, при помощи искусственного интеллекта, переведены на понятный разговорный английский. Так или иначе, это остается загадкой, но большинство россиян это похоже устраивает, заключил Мухин. Когда Путин пришел к власти, все вдруг заработало. Да, люди его боятся, но вместе с тем трудно представить себе альтернативу. Может это своего рода алхимия, но очень многие видят в нем подлинного лидера. Надеюсь было увлекательно, подписывайся, ставь лайк, пока.